МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сделали этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель. Очередная неделя реальной кухни началась с шокирующего заявления новой управляющей. Концепция заведения поменяется кардинально. Будет повар-универсал, не будет разделения на должностные какие-то обязанности. Старт экспериментальной концепции был отложен на завтра. А пока Олеся установила новые порядки. Без лишних объяснений Сандро и Кирилл были названы врагами коллектива и приговорены к должностям посудомойки и официанта. Макс вернулся на позицию шеф-повара. Метродотель Саша стал тенью и правой рукой Олеси. Я люблю людей. Я люблю людей, да. Я хочу сказать, что это все. Вместе они подняли цены в меню. Вообще, знаешь, как надо? Миллион, миллион, миллион. Однако выручка за день оказалась маленькой. Гости просто отказывались от дорогих блюд, увидев скромные размеры порций. На ту сумму, которая была указана в меню, не соответствует количество салата. Несмотря на финансовый провал, никто не решается открыто критиковать новое руководство. Ну, то есть сейчас, да, все перед Олесей там бегают. Олеся даже получила звание лучшего работника дня с Максимом. Худшим был признан Сандро. Доброго утра. Где будет девочек? Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Татьяна. Good morning. Магарля. Госпожа управляющая. Ваш чай. Тетя Ань, ваш кофе. Два сахара. Два мышьяка. Без 15.08, девочки. Давайте встаем сегодня. Давайте не будем опаздывать. Я уже не в постели. Я уже на бою в машине. Песик. А вот эти люди постоянно живут. Ты сейчас тоже, знаешь, проституток в сауне показывают. Такая, на бороднике. Мы здесь просто... Мы здесь просто... Нас пригласили на день рождения. Мы думали, что здесь просто кружок по интересам. Кирилл, которому в этот день выпал жребий стоять у мойки, мягко говоря, прохлаждался. Вода появилась ночью. И с самого утра Кирилл боролся с завалами грязной посуды. Кирилл. Привет. Привет, Солнце. Ну что, как там? Ну все, воду дали. Все перемыли. Последние чашки добываю. Все, вчера с ней загрузки закончу. Давай, да, мы там собираемся, заканчиваем. Пойдем к нам. Все, я иду. Иду, иду. Всем доброе утро, ребята. Ребята, у нас сегодня очень важный день. У нас сегодня новая концепция ресторана. На самом деле, в моей голове она каждую минуту меняется. Но все-таки я понимаю, что надо остановиться на том, что мы выбрали. А в дальнейшем уже можно где-то проводить коррекцию. Вы все помните, да, что мы обсуждали? Концепция заведения будет шеф-универсал. То есть как это будет? Официантам заказывают блюдо, да? Они заходят на кухню и делают его, да? Так? Да. Ну, сложно сейчас сказать точно. Потому что наглядно это все просто. Как оно будет в реале, я не знаю, ребят. Но я надеюсь, от вас вообще в первую очередь полной поддержки. Шеф-универсал – это ужасно. А как может быть повар-универсал, который выходит в зал, тут же идет, готовит, тут же выходит, опять обслуживает? Ну, зачем людей смешить? Это на самом деле бред. У нас сегодня будет соревнование по салатам. Кто у нас участвует в соревновании? Аня и Таня. Вы сделаете салаты, мы их все попробуем. Не я одна буду принимать решение, весь коллектив. Вы обе знаете по пикерку. И мы исключительно по салату будем оценим. Тем более, что мы вдвоем на конечке. Я на мой салат салатом боишься? Кто-то из них на мой будет, да? Кто проиграет соревнование, идет на мой. А, то есть ты меня слить завтра хочешь? Нет, нет, мы всем коллективом решили. Вы готовы к соревнованию по салатам? Конечно. Первой свое умение решила показать Татьяна. Сегодня я буду готовить салат «Цезарь». Это моя такая версия «Лайт». По составным заведениям этот салат будет более легче делать и доступнее клиенту. Классика «Цезарь». Фишка в соусе. Соус «Цезарь» состоит из семи ингредиентов. Анчоусы, чеснок, каперсы, лимон, горчица и масло, и желток. Давайте начнем тогда с соуса. Буквально с первой секунды стало понятно, что что-то пошло не так. Специфика в том, что нужно медленно-медленно по капле вводить масло. И тогда будет вот этот процесс эмульгирования происходить. Но соусом была полная лажа. Я, конечно, извиняюсь, не очень. Не то что-то, да? Нравится вот эта штука. Это вообще вилы. Для меня был самый шок, когда она просто взяла в стакан, закидала все ингредиенты и включила это. Я, знаешь, сначала делается майонез отдельно. Совершенно с тобой согласен. У меня нет комментов на этот случай. Плакать хочется. Но это на самом деле полный провал. Если куда-то прихожу, я всегда ем «Цезарь». Все любят «Цезарь». Я не люблю. Все. Очень популярный салат. Я не люблю и не считаю его популярным. Я считаю популярным руколу с креветками, руколу с аллакадо. Нет, все любят. Это популярность не то, что там считают, не считают. Это так и есть на самом деле. Все едят себе. Вот реально я тебе говорю, что есть такая тема. Да нет, бред, слушайте. Уже вот мало кто его заказывает. Уже все. Он уже свое отходил, «Цезарь». Вливаем масло. Так, а пульс, чтобы это вот на пульсе? Разрешите, я помогу чуть-чуть. Давай, давай. Валерка подключился. Молодец. Но самое главное, не отчаиваться. Если не получается соус, надо взять и переделать. И все, он идет легкой проб. Он делал этот соус, обводил масло, и все получилось. И, в общем, как бы эта структура и майонезная основа, она удалась. Так, все, салат «Цезарь» в моем исполнении готов. Салат «Цезарь» от Татьяны готов. Пришла очередь Анны. Так как я выросла на Дальнем Востоке, да, у нас граница с Китаем. Это салат такой немножко, как бы, азиатский. Нам нужна кинза, телятина, грецкий орех, обычный огурец. И красный лук. В заправку у нас пойдет сок лимона, тростниковый сахар, кунжутное масло, соевый соус и острый перец. Я могу, кстати, по выбору. Если вы хотите более острый, я вам сделаю более острый. Если вы хотите умеренно... Сделай так, как ты считаешь нужным. Сделай так, чтобы было горячо. Тогда я раздену сейчас. Это не для мужа. Весь сегодня мастер-класс. Дорогой, отойди от телевизора. Ну, либо соберай вещи. Скажи, я пошла зарабатывать деньги и все. Да. Лук я режу перьями. Есть кто-то, кто не любит лук? Нет, таких здесь нет. То есть побольше лука, да? У меня сидела дамочка шепелявая. Замечу, ей очень понравился салат греческий. То, что там был лук добавлен еще в большом количестве, крупным куском. Ну, здесь лук, он размягчит салат. Нам все равно еще не скоро целоваться. Да. Все, муж, можешь подходить к телевизору. Сказали, не скоро целоваться будем. Все нормально. Все нормально. Чуть-чуть, половинку. Основную половинку мы на оформлении оставим. Ой. С меня спал фартук. Ну, чего? Да. Я надеюсь, кому надо, успели закрыть глаза. Уберите детей от экранов. Пока Аня борется за место у плиты, а не у мойки, Татьяна, забыв, что поставлена на кон, переживает совсем о другом. Все ее мысли заняты неуставными взаимоотношениями с Женей и Кириллом. Женька, просто мне так ее жалко, что если сейчас она какие-то надежды на Кирилла успокаивает и хочет с ним каким-то образом. Да, я не знаю. Это будет такое облупо. Она ему уже своего потеряет. И с ним ничего. В последнее время между Кириллом и Женей и в самом деле возникла достаточно тесная связь, которую остальные просто не могли не заметить. Они там в обнимочку сидят, там какие-то обнимашечки, в доме какие-то там терочки. Ну, так как все странно происходит, я как бы тоже не могу понять, что происходит. У нас с Кириллом взаимная симпатия, хорошие дружеские отношения. Ну, может, чуть-чуть больше, чем дружеские. Мне нравится, да. Там посмотрим. Между тем, с самого начала проекта Женя заявила о том, что в Питере ее ждет гражданский муж, с которым ее связывают работа и совместный быт. Тёма здесь, у меня муж тебя ревнует, кстати. Он говорит, что это за мальчик? Это мальчик, с собой тоже. Когда проект закончится, конечно, через несколько недель, я вернусь домой. И буду, наверное, решать свои личные проблемы какие-то, которые у меня появится. Я сейчас не хочу об этом думать. Сам Кирилл о чувствах не говорит, но и от знаков внимания со стороны Жени не отказывается. У нас прекрасные отношения, которые я хочу оставить на этом уровне. У меня много друзей, девчонок, и это не значит там что-либо больше. А она втюрилась как дура, понимаешь? А ему пофигу вообще. Если он за проект выйдет, он ее забудет. И все. Как закончится любовная история «Он, она и реальная кухня» покажет только время. Она зря, конечно. Я же когда на проект нашли, меня спрашивали, как вы относитесь к романам на работу. Я сказал, что я категорически просто, потому что ничего хорошего никогда не получил. С вами, кто ты точно за тебя встретишь? Так, приподнимаю вот так чуть-чуть. Ну, что, в принципе, победа с тобой может быть. И добавляю оставшиеся семечки кожутные, обжаренные. Салат Ани, потому что он необычный, хотя и относится к другой кухне мира, к паназии. Его можно сделать как спецпредложение. Ну все, ребят, салат готов. Я думаю, можем пробовать. Я думаю, что одна или пара перчинок крупных, они бы здесь не помешали для яркости, да? Мне кажется, вообще супер. Тем более, она у тебя туда идет, чтобы люди уже понимали, что здесь пахнет жесть. СМЕХ Вот так вот, да? Салаты готовы. Теперь осталось только решить, кто из участниц дуэли поваров отправится на мойку, а кто станет автором нового блюда в меню реальной кухни. СМЕХ И все жрут тупо. Куль, скажите что-нибудь. Сейчас мы по очереди о них будем говорить. Сначала я скажу, потом все остальные. Там соус-то в Цезаре остался? Настоялся. Возвращайтесь, ребят. Если бы такой был, можно... Я знаю, что я делаю, просто не кунжут на масло, тяжелую ручку. Хватит жрать. СМЕХ Саш, ты как думаешь, какой салат у нас должен быть в меню сегодня, а кто пойдет на мой? Я буду голосовать за Анин салатом. Салат Ани я ел сегодня в первый раз. Я слышал о таких, но не удавалось как-то поесть, потому что обычно у нас как-то их делают через одно место. А тут сделано довольно было все грамотно. Сандро. Я за два салата. Артем. Да и тот, тот нормально. Салаты мне не совсем понравились, я немного не понял их вкуса. А Женя? Ну я за Цезарь. За Цезарь, Кирилл. Я за Аню. Макс. Мне Анин салат больше понравился. Аня салат это вообще вилы. Она, во-первых, его готовила целый час. Вот, и я сбился со счета, сколько она бутылок масла использовала и яиц. Валер, как бы если доработать соус в Цезаре, то Цезарь и по составным легче делается, мне кажется. Согласна. Ничего личного никому. Мне тоже больше нравится Цезарь. Потому что перец и лук, это опять наша проблема будет. И люди, они не поймут, у нас не паназиатская кухня. О вкусах не спорят. Мне нравится то, что там лук. Ребята, хорошо, говорите, подходите и говорите, что в греческий салат входит лук. Вам с луком или без? И все, и отдаете без лука. Мы выбираем салат Цезарь. Салат заработанного. Не было на вес зоны. Все согласны? Да. Всем спасибо большое. Сегодня Анюта отправляется на мойку. Не, ну, понятно, неприятно, конечно. Я сама на мойку просила сегодня, потому что плохо себя чувствую, что мне нужно отсидеться и выздороветь. Итак, сегодня в меню реальной кухни появился салат Цезарь от Татьяны. Чтобы его приготовить, вначале сделаем соус. Желтки и горчицу помещаем в блендер и взбиваем. По капле добавляем масло. Соус должен побелеть. Затем добавляем мелко порезанные анчоусы, каперсы, чеснок, соль и лимонный сок. Взбиваем до образования консистенции майонеза. Белый хлеб режем кубиками, сбрызгиваем оливковым маслом с добавлением чеснока и запекаем в духовке до золотистого цвета. Поджаренную на гриле куриную грудку нарезаем слайсами. Руками рвем листья салата, смешиваем с соусом и выкладываем горкой на тарелку. Сверху кладем кусочки курицы, добавляем помидоры черри и готовые сухарики. Посыпаем тертым сыром. Салат готов. В зоне отдыха Олеся продолжила обсуждение необычного салата Ани. Вы знаете, у меня странное ощущение во рту, как будто я клопа раскусила только что. После этого, после вкусия салата, да, идет такой? Ну, это кунжут. Кунжут, да. Это жареный кунжут. Это жареный клуб. Спасибо вам большое. Чисто по-человечески мне неприятно, конечно, что Олеся так высказалась грубо. На счет моего салата можно было как-то сравнение сделать по-другому. Ну, не сравнивать там. Ну, может быть, она просто меня испытывает, я не знаю, на эмоции. Слушай, ты всю критику, Аня, так воспринимаешь. Ты дальше как планируешь? Ну, все-таки она как подросток рассуждает. Ну, это обида. Вот, не выбрали мой, обиделась. В прошлый раз там что-то сказали, обиделась. Я бы вот не обиделась бы, наработала его как-то, постаралась сделать его вкусным. Я ей сказала, воспринимай критику нормально, она тебе поможет в жизни. У вас одна тема. Вот это... Не надо преувеличить, я сказала, послевкусие клопа во рту, реально. Хоть ты знаешь, как клоп на вкус. Ну, ты что, не росла никогда? Не знаешь, как клоп воняет? Ну, ты знаю. А я знаю. Я не имею права руководство свое обсуждать. Поэтому начальник сказал, значит так. Знаешь, плохое слово, знаешь, клопы. Олеся, что это, ты не разговариваешь? Да, человек просто, вообще, просто, я не знаю, я в шоке. Я считаю, что Аня и Олеся несколько ведут себя неправильно. Постоянно дружили и обижаться из-за какого-то салата. Ну, разве это дело? Дружили, дружили и... Это ты сейчас с мою стороной? Ну, блин, ты на меня порой обижалась тоже. Я же объясняю, что-то... А ну что, тебе было говорить со мной по-моему? Нет. Ну, не лезь ночью. Третий лишний всегда. Ну да. Ну, все, значит, закрыли эту тему. Закрыли тему, все, мы сами разберемся. Окей. То есть разбираются сами между собой, потому что при бою между двух огней останешься виноватой именно ты, то есть я. Далее на реальной кухне. Ты же понимаешь то, что вот Анин салат, но никак мы не можем его упустить. Нет. Такой салат вносить было, это, ну, большая вероятность того, что у нас книга, жалоба, предложения заполнится всякой фигней. Вот. И момент второй. Она согласна доделать штруйзель сейчас? Она согласна, но у нас нет изюма. Пускай хорошо сделает без изюма, как проработанный вариант, значит, сегодня мы его в меню не пишем. Значит, оставляем панакоту, блины. Двадцать порций у нас. И блины. Женя, ты в курсе в нашей же духоте, а без воды Архас никуда. Я вот, например, два литра жидкости в день пью и чувствую себя прекрасно и позже великолепно. И тебе советую. Рекомендую. Пошел. Да, я понял. Я вам сделал. Ань, будешь сделать без изюма. Ну, на проработанный вариант просто. Сейчас? Ну, когда там будет у тебя время? Что, я занимаюсь в Трунделе? Так. А изюм принесли, да? Нет, без изюма, я бы что-то сказал. Однако, расслабиться на любимой кондитерке Ане не удалось. Олеся захотелось выяснить отношения. Ань, Ань, будет минутка у тебя, зайди, пожалуйста, в кабинет. Я это всем уже давно сказал об этом, что она, Олеся, так будет себя вести, что сейчас, друзья, завтра увидите, как вам настыкают. Я говорю, меня просто никто не слышит. Да, да. Да, заходите. Я вас слушаю. Ну, давай на ты, Солнце. Я хочу извиниться перед тобой. Можно без панибрасства? Хорошо? Если ты собираешься там солнышко, зайка, киска, вот это все, это уже не рабочие отношения. Вот она показала, что она начальник, а я подчиненная. Вот и все. И никакого панибрасства. Давай только не эмоционируй, не груби, все хорошо. Ну, а слушай, у меня мало времени. Спешишь? Да. Я знаю то, что Аня очень переживает, как ее город там будет воспринимать, потому что у нее там репутация определенная. Я готова была так же знать всю страну, ей как бы в офисе дать понять то, что она молодец, что все круто. Но я же говорю, эмоции берут вверх. Итак, перемирие не состоялось. И в самых отвратительных чувствах Аня вернулась на кухню. Она даже не подозревала, что ссора с Олесей – лишь начало. Вот и блины я взяла. А такие были? Да. А у нас три. У нас три вида блина. Ань, что ты делаешь? Подожди, шеф! Вы что делаете? Что вы делаете сейчас? Подожди. Что ты делаешь? В смысле, мы вчера наговаривались фаршировать блины сегодня. Мы ни о чем не договаривались. Как это? Нет. Аня. Мы договаривались о том, что... У нас блин, один литр молока. Один литр молока. В смысле? Мы вчера пробовали, говорили, что сегодня делают блины. Вон Олесе спросили. Аня вчера конкретно поучила от Макса или от Олеси указания делать штрудель и делать эти блины с этой начинкой. А оказалось, что они переиграли эту ситуацию. Недопонимание возникло, потому что четких не было указаний от руководства. Нет. Олесе понравилось. На детский праздник и все мы хотели нафаршировать. Мы не говорили, что надо их сделать. Вы спрашивайте хотя бы о нем. Повара ничего сами должны не решать. Они подходят и говорят, что мы сегодня крутим блины, да? Ну тогда я пошла крутить. Но этого сегодня не произошло. В смысле, Таня? Нет, Олесе сказала, что с этим натурой делать будем, чтобы мы делаем блины. Видимо, нашли крайнего. Если я больше помогать не буду, я стою на точке, то я стою на точке. Все. Я тебе верну, Жень, твои блины. Аня. Хорош, что вы из-за каких-то блинов. Да не из-за блинов, просто не в этом дело. Ну как обычно, просто не полнейшее непонимание, полнейший раздрайв. Это просто у нас было сегодня концепция такая. Я ходил и вообще я думал, как же это все будет работать-то. Ну на самом деле ужасно. Итак, ноу-хау Олеси, повар-универсал, похоже, начало терпеть крах. Никто не понимает, чем занимается и за что отвечает. Посмотрим, как пойдут дела с приходом в ресторан первых гостей. Добрый день. Добрый вечер, меня зовут Сандро. Я буду сегодня ваш и повар, и официант. Концепция у нас сегодняшнего ресторана. И обслуживать, и готовить буду для вас сегодня я. Ну вот я сейчас пойду сжарить семгу, тут же выйду и пойду дальше. И что это будет вообще? Это будет ужасно. А кому сказать, что я хочу пожарить что-то? Я не хочу услышать этот бред. Мне нужна одна жаркоя и две жаркоя, одна семушка. Нету, нету семги больше. В смысле? В смысле, в прямом смысле. Семга моя есть, а больше нет. Офигенно. Это что мы придумали это за бред? Тебе сказали, семге ограниченное количество. Пять заказов на семгу приняли. Ладно, тогда мне жаркоя кто-то сделает два. Вообще отлично. Вот возьми налей, жаркоя сам. Это жесть. Мне эта история вообще не нравится. Это сегодня у нас было по одному столу на человека. Представьте полную посадку, когда будет это все взаимодействие. Слушайте, это все, что вы заказали или что-то такое? Ну, у вас еще блины? А что же это так? Ну, я не знаю, ну, вам донат. Вам сразу все выносить? Так я прям пою по-человечески. Все, а так я сижу и самая, а ничего не знаю. Вам меняют позицию за позицию. Это правило ресторана. Кости были замечательные. В одной там, ой, я забыл. Во второй там, ты не... Так золотуха. Гости такого типа, очень любимые. Слышь, Саша, я вот искренне тебе сочувствую с этими гостями. Я все вижу со стороны. Чего они это самое? Я люблю людей. Я люблю людей. Жечь на костре. Слышишь, он тебе не рассказал, но я видела, как она просто в жарху я вывалила этот Цезарь. Намазала брукет паштетом, короче, и давай все еще. Фу, это жесть вообще, брукет. В нашем ресторане поменялась концепция заведения. Когда? Сегодня. Прямо с сегодняшнего дня у нас новый управляющий. У нас поменялась политика ресторана. Да, значит, разрешается ходить небритым. Моя небритость допускается. А вы не думайте, что, сука, в вашем лице не стоите. А руки вы мыли, покажите пальцем. Нет, с другой стороны. Слушай, ты, смотри, у нее темно под пальцем. Смотри, вот напишешь. Вы понимаете, пойдите ногти почистите. Я видела Сашу руки, они идеально вообще хорошие, мужские, чистые руки. Ну что это такое? Как она может не раздражать? Гости просто конченые сегодня. Вот так вот. Тебе нравится концепция наша? Нет. Абсолютно. Так, Цезарь, это чей здесь жарится? Девочки и мальчики. Так, грудка? Это мое? Это чей, чей, чей? Это мои на вынос заказы. Я не понимал вообще, что происходит. Повара бегают, ну, относят блюда туда-сюда. Ну, билиберда. Я вообще, я не хочу больше так работать. Я не понимаю вообще, что тут кто делает? Да это бред, это реально бред. Получается полный. А если бы у нас меню вот такое было? В несколько страниц. И что бы сейчас творил? Новая концепция. Нет ничего такого революционного. Мы здесь не можем сделать ничего революционного. Ну, это не ресторан, понимаете? Это не привезли. Этого нет. Все бегают по кухне, что-то накладывают. Так, давай, это, на. Подожди. Ну, это бред вообще полнейший. Не знаю, я готов на мойке прям, ну, стоять до конца. Далее, на реальной кухне. Сравна, а ты суп можешь поесть вообще? Не суп, почувствуйте. Что это? Дайте ему минутку, буквально две настояться, хорошо? И он будет, я думаю, что вам надо. Да? А мне салат надо же. Все, 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 все. У меня сегодня была компания четырех молодых людей. На первый взгляд, приятные. На второй взгляд, опасные. Толкнул меня плечом неаккуратно, учитывая нашу разницу в весе. Конечно, я бы с ним не стал тягаться. Не, ну, видно, что где-то в девяностых застрял парнишка. Слушай, на этот здоровый был агрессивный настроен, вообще жестяк. Стал такой меня, был их плечом. Я такой, он ждет на реакцию, я говорю, извините, я ничего страшного. Только что, буквально, я не знаю, серьезно, машина такая. Куда я бодаться с ним? Ребят, мы закрыты, всем спасибо. Давайте каждый скажет вообще свои впечатления о новой концепции сегодняшнего дня. Кирилл, давай начнем с тебя. Если доработать, то, возможно, это будет нормально. Я не понимаю вообще, что тут кто делает? Это реально бред. Получается полный. А если бы у нас меню вот такое было? Несколько страниц, и что бы сейчас творил? Спокойно это все происходило. Ну, там не было, там, криков, визгов никаких. Да, ну, ты кстати, все прошло. И мне, и мне этого не хватало. Хорошо. Не хватало, да? Ну, это бред вообще полнейший. Не знаю, я готов на мойке прям, ну, стоять до конца. Ладно, Жень. Я думаю, что надо, если так будем работать дальше, нам нужно систематизировать отдачу горячего, потому что, ну, мне кажется, парни просто могут запутаться. Я даже немножечко стала сомневаться, что у нас что-то получится и как-то получится правильно. Но потом, когда мы начали работать, все так как-то по накатанной пошло. Ну, в целом все было хорошо, просто немножко было запарно, когда несколько заказов сразу делаешь. Ну, сложно-то один. Да, было весело, потому что люди постоянно чего-то хотели и очень были капризные сегодня. Нашествие демонов, нашествие поваров, такой какой день жуткий. Я думаю, что ни Женя, ни Кирилл поддержали этот концепт, потому что, ну, это полный отстой. Она просила у нас поддержки, а вы видите, что мы все поддерживаем. Никто не смог сказать в лицо Олесе, что ее новая концепция далека от идеала. Участники готовы дружно идти строевым шагом к банкротству, лишь бы не огорчать управляющую. Впереди у них еще один сложный выбор. Предстоит определить лучшего и худшего работника этого дня. Сегодня мы заработали 55 тысяч. Сумма банка составляет 1 миллион 114 тысяч 500 рублей. Давайте тогда начнем с выбора лучшего и худшего работника дня. Хочу начать сегодня с Ани. Ань. Друг познается в беде. Хотелось отметить сегодня двоих человек. Это Саша и Артем. Поддержали меня сегодня, было очень приятно. Ну, нужно выбрать одного. Сегодня Артему даем. О, так. Ну, а худшая Женя. Ну, а Жене я сделала воды свои, конечно. Ну, что она не такая, какая я думала. Не такая тихая и спокойная, на самом деле. Ань, что ты делаешь? У нас, блин, один литр молока. Лучшим я сегодня назову Сандра, потому что он один накрыл целый зал, да, и обслуживал там, как бы в зале хорошо работает, молодец. Худший, обменяюсь любезностями, я назову Аню, я. Потому что, Аня, если ты стоишь на мойке, ты стоишь на мойке. Когда я стояла на мойке, я не выходила в зал и не отбирала ни у кого чужие заказы. Если ты стоишь на мойке, я вообще никуда не лезь. Я хотела в глаз ударить, если честно. Хотя вообще кто она такая? Лучше сегодня Артем. Ну, напитки выходили быстро, прямо на столах. То есть никому не нужно было заботиться о том, чтобы все было вовремя. А худшую сегодня назову Аню. Ну, он из-за Жени слил голос просто, мне кажется так. Если мы профессиональные точки зрения, да, мы судим, то как бы не должен быть, против меня, голосовать. Что ж это делается? Лучше я хочу отметить Женю сегодня и Артема отмечу худшего. Я был в запаре, он был в запаре. И вот у нас произошла накладка по заказу. Я считаю, что я выполнил работу правильно. Но если в чем-то был неправ, это личное его мнение. Все готово, куда нести? Артем, давай ты одно отнеси и кофе в паре за четвертым столом, а я за пятое отнесу три смузи. Окей. Лучший Максим, он мне помогал сегодня. А худший сегодня я назову, конечно же, Артем. Потому что я хочу, чтобы у нас в доме не было лицемерия, мышей, крыс. Я хочу, чтобы у нас уже наконец-таки был здоровый, красивый коллектив, без всякого вот этого бреда. Но он лицемерный человек. И если он изменит ко мне отношения, будет со мной общаться, то я думаю, что все получится. Худшим я назову Саш тебя, потому что ты несколько потерялся в зале. А лучшим, как я и хотел, я назову Валеру. Он четко говорил, что ему нужно. В принципе, не требовалась ему какая-то помощь, он все делал сам. Я считаю, что Валера смотрится в зале очень хорошо, и у него очень хорошо получается работать в зале. Лучше Сандро, худше Танюху, извини, но за соус Цезарь, когда ты начала смешивать все ингредиенты в стакане, я чуть не отошел. Я знаю, что сначала делается майонез отдельно. Совершенно с тобой согласен. Лучший сегодня Максим, он мне сегодня помогал. Худший сегодня Татьяна. Все-таки Цезарь, это, мне кажется, слишком простой соус, который сложно испортить. Таня так много говорит про соусы, что стыдно не уметь это делать. Татьяна. Лучший у меня сегодня работник, Олесь, ты за то, что ты не побоялась вести новую концепцию. Ну, Сань, ты худший, потому что в любом случае я тебе и с Цезарем помогала, и салат сушила, а ты мне соусом не позвал, не показал, а обвинил в необоснованно. Он просто звезду включил, что он такой умный, он крутой, он все знает, все умеет, но не флаг ему в руки. Сашу худшим сегодня объявляю тебя за необъективность. Общий результат голосования худший Александр Ерин, и у нас два лучших сегодня. Сандрой я не верю. Один из них это вы, убоги. Они вас, они вас услышали. Давайте похлопаем. Давайте. Он реально... Это по успеху. Он реально был долго худшим, если кто-то кроме меня это заметил. И второй лучший... Я, по-моему, ни разу еще не вылазил с худшим. И второй лучший... Помойки, помойки. И второй лучший, Максим, это ты. А мы все идем отдыхать. Все, всем спасибо. А почему вы сегодня готовите, твари? Туки-туки-си. Ну, а как у нас руководитель? Два часа уже прошли. Представляешь, что нашей дочке 7 лет. Если ребенок это сделает, я думаю, мы его потеряем. Любишь детей? Я тоже. Не надо понять. Я сейчас так накрасить, я вообще никто никогда не узнает. Дядя Мыш, ты больше у тебя детей? Жесть, Кирилл. Ты забил. Работает на кухне. Бунт на мойке у нас. Разобьют наконец-то мне морду. Теперь хорошие отношения, придется заработать. Продолжение следует.